11 февраля в конференц-зале информагентства «Новый регион» состоялся круглый стол, за который сели депутаты Верховного и Местного Советов, социологи Центра изучения общественного мнения и Тираспольской школы политических исследований, представители молодежных объединений и неправительственных организаций. Тема круглого стола – реформирование закона о местном самоуправлении. Особый акцент ставился на выборности глав администрации городов и районов Приднестровья. Ведущим докладчиком выступил депутат Верховного Совета Анатолий Дзерун. На сегодняшний день главы администрации являются, по сути, бесконтрольными со стороны того населения тех граждан, тех городов и районов, которыми они, собственно говоря, управляют. То есть, проще говоря, нет ответственности перед людьми, которые на сегодняшний день живут в том либо ином городе. На протяжении последнего года мы стали свидетелями достаточно неоднозначных, я сейчас ссылаюсь прежде всего на интернет-сообщество, на те жаркие дискуссии, которые были, на те неоднозначные кадровые управленческие решения, которые были, ну, в частности, в администрации Бентер, Тирасполь, Слободзеи. Присутствующие делились своими наблюдениями и опытом. Я хочу проиллюстрировать жгучую необходимость реформирования местных органов власти последними примерами. Буквально в субботу у меня было для четыре бандерчанина, в том числе известный общественный деятель Цуркан Валерий Федорович, которые высказали обиду в адрес президента. Почему президент прислал из Тирасполя главу госадминистрации? Глава госадминистрации должен быть бандерчанином, изначально с детства знать бандеры и бандерчан и любить с детства свой город. Общаясь с коллегами из городского собрания города Сухум, да, у них главу администрации выбирают из состава депутатского корпуса по представлению президента. То есть есть такая форма. Ну, недалеко от нас, на 50 километрах, находится столица автономии Гагаульской, город Камрат, где мэр Камрата избирается прямым голосованием, то есть города Сухум. И есть результат. Самое главное в этом процессе – это повышение качества и ответственности за те решения, которые принимает тот или иной функционер, да, глава администрации. Журналистов интересовали готовые проекты документов. Существуют ли сегодня какие-то наработки законопроекта местного управления, где все это уже более-менее в проекте прописано? Если да, когда их можно увидеть? Я отвечу от себя. Существует работала комиссия при Верховном Совете. И как раз вот разные были мнения. Поэтому депутат Ромазинс – это один из вопросов, которые вы подняли. Я, например, вот вижу это, что, конечно, у него должны быть широкие полномочия. Он должен быть хорошим менеджером, он должен иметь возможность оперативно управлять, не согласовывая, со всеми депутатами, у которых там тоже разные мнения. Но он должен быть под контролем. То есть то, что он сделал, за то, что он сделал, он должен ответить. Не вдаваясь в подробности, были озвучены предварительные цифры социологического опроса населения республики, который провел Центр изучения общественного мнения. В наших вопросниках мы спросили граждан, удовлетворены ли вы работой мэра своего города, района на местах. В результате только 8% населения оказались удовлетворены работой местного мэра или местного руководителя района. 28% граждан оказались удовлетворены только частично. Полностью не удовлетворены оказались 64% граждан, респондентов. Подобные дискуссии в виде круглых столов, как отметили организаторы, планируются провести по всем городам и районам Приднестровья.